Программа материнского капитала заработала в 2007 году, но обналичивание средств в то время не предполагалось. Сейчас же закон модифицировали, и у родителей появилась возможность воспользоваться частью денег. Законопроект о единовременной выплате 25 тысяч рублей из средств материнского капитала принят Федеральным собранием России. Это одна из мер, предусмотренных планом действий правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития страны. Это уже четвертая выплата за время действия программы. С 27 июня 2016 года вступила в силу 181-й федеральный закон от 23 июня 2016 года о единовременной выплате в размере 25 тысяч из материнского семейного капитала. Одновременно сообщаю, что заявление о единовременной выплате можно подать, зарегистрировавшись на сайте госуслуг через единый портал застрахованного лица. Выплаты будут производиться до 30 ноября. До этого времени нужно успеть подать заявление либо в пенсионный фонд, либо в центр «Мои документы». Семьи, которые ранее не обращались за получением сертификата на материнский капитал, могут вместе с заявлением одновременно подать еще одно на выплату 25 тысяч рублей. Материнский капитал пользуюсь уже второй раз. Сейчас вот третий ребенок идет с первого класса, конечно, поддержка будет хорошая. Клиентская служба Пенсионного фонда предлагает подавать такие заявления в электронном виде. Их можно оформить через единый портал государственных и муниципальных услуг или из личного кабинета гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда, если гражданин уже имеет подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг. Будущие пенсионеры, которые ввиду отсутствия времени занятость, работающие, будущие пенсионеры, могут подать заявление о назначении пенсии через сайт ПФР, также через единый портал госуслуг, зарегистрировавшись и имея электронную подпись. Таким образом, Пенсионный фонд расширяет возможность пользованием услуг, не выходя из дома. Редактор субтитров А.Семкин